приветствую любителей высококлассного аудио сегодня мы с вами рассмотрим вакуумную лампу ps1 coaster 805 большое достаточное разнообразие на рынке присутствует сегодня в выборе лампочек для ламповых усилителей и каждая из этих ламп безусловно заслуживает внимание и имеет свою манеру звучания свой характер звучания потому что по сути лампа и является усилителем и поэтому подбор ламп с разным технологическим производством с разными материалами дает возможность получать совершенно уникальный разный звук исследуя рынок вы безусловно сразу отметить и лампы дешевые на 805 моделях и лампы имеющие больше и значительно больше ритейл все это связано с используемым во первых материалами но хотелось бы сразу отметить что сами лампы и 805 и 845 это триода у нас они являются лампами класса high-end и соответственно они ставятся в аппаратуру соответствующего уровня кроме того но если мы обратим внимание на аудио текстовые комментарии на разных видео платформах от людей которые иногда не особо понимают что они пытаются критиковать часто у них в общем-то сам усилитель на которым они слушают он стоит примерно как одна такая лампочка в лучшем случае две лампочки а в хорошем лампам усилители их может быть довольно много и здесь возникает базовый вопрос в общем-то и главная претензия многих то есть лампочки нужно менять до лампочки нужно менять когда они израсходуют свой потенциал и эмиссии электронов у них станет ухудшаться и в какой-то момент в общем-то и прекратится это совершенно понятно но здесь вопрос другой вы действительно хотите наслаждаться музыкой если для вас это не главная цель то вполне возможно купить обычный транзисторный усилитель который будет вас вечно в кавычках конечно работать но и удовольствие у вас будет сомнительное по сравнению с совершенством звука также многие отмечают что у ламповых усилителей хуже технические характеристики чем у транзисторных но опять же технические характеристики могут быть какие угодно но когда вы слушаете ламповый усилитель вы совершенно точно понимаете что классового звука качество звука его вовлечения не идет ни в какое сравнение с транзисторными суррогатами поэтому неважно сколько что там стоит ламповые хорошие усилители всегда на голову выше показывает вам музыку и когда вы выбираете лампочки конечно же даже самые простые лампочки но тоже например вот классах аэн типа 805 или 845 они вам показывают совершенно заоблачный уровень вовлечения в музыку но когда вы выбираете лампа более дорогого уровня то и получаете конечно же больше лампочка косор является не дорогой лампой но и не дешевый то есть это вот какая-то итерация когда вы хотите попробовать что-то но не самое дешевое из такого вот великолепного класса ламп 805 и в данном случае здесь выпускает компания ps1 китайская серия косор данные указаны какие-то непонятные в общем то что это новый английский бренд я так понимаю просто это авторизация для продажи в англии придумали такой вот такую легенду что и тут у нас косор это круто и так далее но если мы отойдем от пиарных вот этих изливаний то тем не менее все равно лампочка обладает очень интересными и уникальными даже какими-то характеристиками в данном случае я получил ее от владельца лампочка уже наработала примерно 150 часов но вполне возможно она еще не вошла в свой как бы полный режим но если так долго ждать в принципе может оказаться что у нее ресурс в итоге кончится вот в среднем такие лампы стоят около 20 тысяч рублей за пару вот но мне ее прислали за пол цены потому что владельцу не понравился темный звук этой лампы но самое интересное если мы обратимся к описанию этой лампы то главная особенность этой лампы и указано как темное звучание темный фон звука то есть такой базисный густой и давайте посмотрим для начала потом уже вернемся к вот этим междометиям и определением что же там за звук ну и конечно попробуем в итоге ее послушать в сравнению например и со штатными лампами которые стоят усилители вилсинтона r800i на 805 лампе лампы идут в такой вот король красивой коробки но при условии что вы берете либо две мне в данном случае их нужно было две взял и их для ну про запас скажем так чтобы были у меня и второй момент есть еще квартет также обратил внимание что некоторые компании предлагают квартетом подешевле и там выходит что лампочка одна стоит где-то по 7500 принципе это уже очень даже неплохо хотя я даже дешевле видел но так как сказать линлай но не знаю правда не линлай или нет но наверное да может быть какие-то отбраковки не знаю вот другой момент что такой вот супер подбор то и мне кажется им не очень-то и нужен потому что это очень важно подбор именно в двух такте потому что там две лампы должны иметь схожие характеристики в одно такте же как у меня выселители мощностью 50 ватт кстати на канал а этого не настолько критично вот так вот мы можем видеть как выглядят эти лампочки но они видите довольно большие даже не умещается в кадр давайте я попробую как-то показать это все вот у нас да не умещается как то вот так надо это у нас косор и здесь вот самое интересное что мы можем посмотреть позолоченные разъемы красиво да все лампа кстати довольно тяжелая и обратите внимание у нее такое черное покрытие и это не случайно черное покрытие это углеродное покрытие второго поколения в данном случае это углеродное покрытие она позволяет улучшить теплопроводность лампы и в какой-то мере уменьшить резонансы таких больших лампочек конечно они могут резонировать и поэтому а кожухи на ламповом усилителе сверху когда вы над лампами ставите конечно они не имеют какого-то особого значения если мы используем небольшие лампочки усилители но в них не много смысла получается кроме того что бы вы не обожглись а вот в действительно больших лампах уже начиная хотя бы от 300 by 805 845 или большего размера здесь уже такие решетки они позволяют уменьшить резонансы которые могут возникать такие вот как бы звон какой-то и так далее на звучание и поэтому в таких больших лампах это важно и здесь у нас используется антирезонансная как сказать структура плюс углеродное покрытие и все это вместе она дает звук разработчики пытались получить звук винилового проиграли проигрывателя винила точнее можно так сказать чтобы это было такое же живое настоящее но темное базисное основное и чтобы это еще полностью передавала как-то специфику может быть архаичность какого-то английского звука и именно для этого в общем-то и создавалась лампочка кссор 805 от ps1 кссор волв да или волв не знаю как правильно сделано ps1 теперь значит коснемся звучания как это описывается потому что как это на самом деле мы выясним попозже когда начнем реальное просушивание говорится может быть вот так вот имеет смысл еще посмотреть и так описывается следующим образом крайне богатая детализация но что это означает то есть богатство деталей то есть не просто детально не просто высокое разрешение а детали богатые то есть какими-то множественными нюансами следующий момент который отмечается рецензентами это то что у этой лампы очень масштабный звук то есть колоссальный масштаб передается данной лампочкой и соответственно совершенно восторг от прослушивания каких-то бсо больших симфонических оркестров вы слушаете и поражаетесь звуку ну и третье это конечно атмосферность но хотел бы отметить что в принципе вот эти все качества которые сейчас перечислены точно так же все это передает и штатная лампа вилсинтон 805 а которая стоит у меня да некоторые отметят здесь 805 усилители 805 а я не смог найти в чем различие 805 805 а но указано что во первых они совместимы во вторых человек который мне предоставил эти лампы он их использовал усилители line magnetic и как раз он 805 а заменял на эти 805 ну то есть опыт есть положительность что это совместимые работает и точно так же эти самые 120 миллиампер ампер необходимо подавать то есть все по идее одинаковые ну что касается размера я не знаю такой же он не такой же это мы выясним когда я извлеку 705 а и смогу вместе их посмотреть сравнить по размеру но в целом конечно производство очень красиво и очень аккуратно и то есть если вот есть лампочки бюджетные например вот я покупал golden voice 300b лампочки по звуку они мне понравились они у меня стоят викини mc ms 300b а классно звучат но там видно что лампочка недорогая но она действительно недорогая я 8 800 за пару отдал и ну где-то там все как-то знаете как ну промышленно так вот идет как сказать ширпотребно и вот все так делается но все работает все хорошо замечательно звучит то есть и также я брал еще кинотрон тоже такое ощущение было и внутри как-то вот эти проводочки как-то тяп-ляп были прилеплены от другой компании ну то есть одно дело ширпотреб и другое дело когда какой-то продукт такой вот коробочный да ну ясно что здесь прям вот все по высшему разряду и на ее и видеть приятно и ну даже вот смотрите вот гетера как нанесено да вот ну все идеально ровно а посмотрите на других вам там такие просто пшикнули и получать такие пятна как бы но здесь вот понятно что ну и опять же вот глянец вот эти цоколи они блестят то есть они покрыты чуть ли как не лаком и позолота ну то есть это понятно что видно уровень исполнения совершенно на другом как сказать уровень на другом уровне конечно глупо звучит изготовлена более качественно это сразу видно ну и красиво но и цена конечно подороже правда не особо то и подороже вот но с другой стороны можно вот такую же пару только они косор например купите за там я видел за 8 за 12 тысяч за 14 тысяч но это будет не косор другие лампочки ну то есть опять же кто любит музыку и каждый сеанс прослушивание музыки для него настоящее наслаждение они вот это повседневная жвачка когда он слушает 150 часов в день какой-то фоновый гудеж как бы и потому что он любит слушать музыку но это как-то сомнительно это все равно что любитель якобы фильмов он будет смотреть фильмы фоном целый день включая все подряд даже не глядя на экран но это примерно похоже потому что прослушивание музыки это событие это действо это по сути аудио спектакль такой когда вы садитесь и погружаетесь вот это колоссальное впечатление конечно она не может быть ежедневной жвачкой то есть вы сели включили свой великолепный сетап и были поглощены невероятным звуком атмосферой масштабом происходящего и после концерта у вас еще должно остаться время все это проанализировать переварить что за ощущение вы получили что вам понравилось возможно вы захотите еще раз переслушать или на следующий день переслушать и вот это вызывает максимальные эмоции в таком варианте конечно вот эти лампочки вы можете слушать там несмотря на их какой-то там ресурс ограничены и 10 лет в принципе их вам хватит другой момент что вы включили там что-то бар мочет непонятное и вы с утра до ночи и не выключаете так можно лампочки за год и за два высадить ну то есть это от режим эксплуатации от того что вы хотите но с другой стороны и так лампочки класса high-end поэтому они для эмоций они для впечатлений они для ежедневной жвачки скажем так другой стороны каждый волен конечно использовать все все это как ему угодно и безусловно я вижу что многие скажут какой же косор это high-end в данном случае любая лампочка 805 845 или выше это high-end другой момент что в этом в этой классификации будут лампы значительно более высококлассные значительно более дорогие но так и хорошо но базовый уровень именно такой ставится это действительно шикарные аппараты обычно 40 и более килограмм весом и конечно они сами даже визуально вызывают потрясающее впечатление но друзья на этом вот я думаю данный отрезок видео стоит завершить и уже продолжение я вам продемонстрирую в следующем видео демонстрации звука я расскажу как это все звучало как не звучало по сравнению со стоковым велсинтон 805 а лампочками ну что же будем ждать и смотреть что же это за такой уникальный бархатный виниловый звук темные природы от косоры но знаете как вот бывает еще слово темные воспринимать как глухой но в данном случае в характеристике указывается что это очень прозрачные лампочки поэтому я думаю в данном случае темное имеется ввиду что очень основательное слишком основательное может быть для кого-то вот ну давайте слушать тем более уже они немножечко прогретые 150 часов это не первое включение когда звук будет меняться это уже очень интересно часов это не знаю 705 а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон» Субтитры подогнали Симон» Субтитры подогнали Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Ну, я для себя это думаю. Я хочу ее стабилизировать, у меня будет точно 220, и будет все хорошо. И вот я подозреваю, что он мне продал все-таки не на 220 вольт, а на 230 вольт. Потому что сейчас у меня 217 вольт, и все, что я могу получить, это 90 миллиампер. А если бы у меня было 230, я, наверное, бы 120 эти самые получал. Поэтому я так подозреваю, что все-таки вместо заказанной 220 вольтовой версии мне прислали 230 вольтовую. А так я стабилизирую на 220, то, соответственно, у нее тупо не хватает. Но, что касается качества звука, ну, во-первых, то, что меньше сила тока, это говорит о том, что теоретически я могу выйти из вот этой вот линейности класса А, где самый качественный звук. Но, судя по слуху, я из нее не выхожу, потому что звучит очень классно. Вот, это первый момент. А второй момент, чем меньше, тем, значит, лампочка будет служить дольше. Ну, это плюс. Поэтому я не очень расстроился, но, когда я включил Косора сюда, у Косоров как раз вот прям 120 легко выставляется, и я 120 выставил. Но им это не помогло, потому что они на самом деле сливают штатным вот этим вот Вилсинтоном. И знаете, ребята, вот я смотрю, сверху у Вилсинтонов такая вот звездочка. И вот я могу ошибаться, мне нужно еще на Али зайти, посмотреть. Лампочки найти, у которых звездочка. Ну, по-моему, это Шунган завод. Ну, если не так, неважно. Вы посмотрите, у кого сверху звездочка, это вот этот самый завод. И это самые обычные лампочки. И они лучше. Лучше дорогих псванов этих Косоров. Лучше чем? Ну, во-первых, у Косора указано, да, что они темные. Да, они темные. Они как бы темные, но на самом деле вот хорошо бы были, если бы темные, что они такие басовитые. Они вот по басу ровно такие же, да. Кстати, басы здесь вообще вот выше крыши. Стопу мне даже не надо. Но они менее прозрачные, вот эти Косоры. А штатные, они более прозрачные, более такие вот энергичные, более сочные. Поэтому они мне нравятся больше. Поэтому я буду уже, знаете, делать акцент на лампочке со звездочкой. Вот здесь вот сверху такой кругляш, и на нем звездочка такая вырезана. Вот я теперь буду смотреть такие, потому что они дешевые. Но они классно звучат. Что касается вот этого Косора, да, я его себе оставил, потому что, несмотря на то, что они чуть-чуть поглуше, ну, знаете, ну не настолько там глобальная разница, чтобы сказать, ой, блин, типа, фигня. Они не фигня, это же лампочки high-end класса. В любом случае они обалденные. Вот, ну, конечно, вот с этими они не могут сравниться. Здесь вообще полный кайф. Вы знаете, как я снял эти лампочки, поставил Косоры, послушал, записал эти другие, и я потом поставил эти лампочки, потому что, знаете, ну, сравнил, и так думаешь, а верни то, что было. И вот я возвращаю велсентоны, и они лучше. Они прямо такая, воздух, дыхание, атмосфера, прозрачность, все такое. Ну, кстати, что обещалось в Косорах. Я думаю, эти лампочки, я не знаю, честно говоря, сколько стоят, но, скорее всего, это обычные, потому что, видите, на 805-х, а, здесь никаких украшений. Здесь вот эти, видно все вот эти, как сказать, к сетке ведущие, как сказать, проволочки. Вот это, главное, вот эта фиговина серая такая огромная, это анод. Ну, если кто не знает. Если интересно, я проведу ликбез, где анод, где катод, где что там, что, и почему так, и вообще устройство ламп, как оно сделано. Вот, в этом никакой сложности нет. Я все это расскажу, но штатные Вилсинтоны очень классные. Кроме того, ребята, я вот вчера, ну, я слушаю этот аппарат, это я вам скажу, да, ну, некоторые там вот фуфырики, они рассказывают, да фу, Китай, там, ну, блин, что бы ты понимал на своем говноустройстве, что ты там слушаешь, Китай он или не Китай. Вот, но не в этом дело, а дело в том, что я вчера еще захотел сравнить его с Каином МТ-45, который, кстати, звучит, как, например, транзисторник за 4-5 тысяч долларов вообще без проблем. Он ему, как бы, дает, как бы, фору даже, и звучит обалденно. Очень прозрачный, очень обалденный. И, хотя он в классе АБ, вот, а эти в классе А. И вот я после этого гигантского монстра думаю, ну, дай посмотрю сейчас совсем, у меня скрючит, скукожит после вот этого шикарнейшего хаент-аппарата на Каине, или нет, ну, Каин-то классный. Вот я включаю этот Каин МТ-45 на КТ-88. Вы знаете, ребята, конечно, да, это все проще. И начинают там исполнители псыкать-сыкать. С сибиллянтами. Но в целом все равно классно. И я слушаю, блин, думаю, охрененно, охрененно, густо, так вообще прям кайфово, живо. Вот, но все равно лампа, она и есть лампа. Это настоящий живой звук. Это вот это не суррогат, это не галимая синтетика транзисторная. Вот это, ну, офигенно. Не включая звук, потому что у меня идет на петличку, вы ничего не услышите. Ну, или там будет какое-то кваканье и так далее. Но я просто показываю, что звук есть. Звук есть. Вот, все очень круто. И смотрите, вот 300 бит, вот эти, знаете, какие-нибудь маленькие против 805. Ну, шикарно, шикарно все звучит. Что касается Косора. Косор, да, более темный, но темный не с точки зрения, как я думал, что так они говорят, как прям виниловая пластинка. Ничего общего нет, во-первых. Ну, вообще они звучат просто все живые, они очень классные все. Но просто Косор, он имеет поменьше высоких частот, поменьше прозрачности, это не очень хорошо. Но все равно прозрачности очень высокого класса, очень высокого уровня, поэтому, ну, тоже претензий каких-то нет. Нет, но если вы можете за 10 тысяч купить то же самое, что за 20 тысяч, я не вижу в этом особого смысла тратить 20 тысяч. Да, красивая коробочка, красивый лампочек. Ну, а теперь давайте к каким-то вот таким нюансам вернемся, к Сипорам, да. Вот, купил аппарат Вилсинтон. Охрененный аппарат класса Хаэнд. Очень классный, 40 килограмм, сделано вообще изумительно. Ну, смотрите, такая вот вещь. Инструкция, все, прислали. Но я помню, когда я читал про эти, ну, как бы, модели, я там читал, что для экспорта мы делаем, короче, ну, какие-то там особые разъемы золотые, а вот для себя мы делаем другие разъемы. Вот, ну, и вот мне приходит этот аппарат. Ну, я Россия, ну, наверное, экспорт, да. Вот, и у меня вложена такая вот вещь, где показано, как надо втыкать. Что есть большие дырочки, есть маленькие дырочки, есть большие штырьки, есть маленькие штырьки. И надо так втыкнуть, воткнуть, да? Ну, мы эксперты же по втыканию. Также показано, что не надо вот так вот отламывать, как бы, направляющие и так далее. Вот, например, это вот они прислали на струйном лазерном принтере, распечатанное все. Вот, ну, я не про это. Вот я беру эту лампочку, пытаюсь ее вынуть, она не вынимается. Не сложно понять, потому что я вроде, ну, экспортный вариант, я хочу ее вынуть и так далее, не вынимается. Вот, хорошо, что я очень все аккуратно и хрен знает каким чудом, я все-таки одну лампочку вынул, чтобы открыть этот секрет. И увидел впервые чудо, которое, ну, я никогда не видел. Не, понятно, что люди, которые вот давно в этой ламповой теме, они, конечно, это все знают и скажут, да что там подумаешь. Но для меня это было, как бы, откровение очень, я удивился. Вот, это первый момент. Короче, лампочку нельзя просто так вынуть. Ее надо сперва повернуть против часовой стрелки, а потом поднять. А я пытался когда поднять, ну, ни хрена никак. Я думаю, да что же это такое, ну, может, я еще подумал, что, может, они еще тепленькие, я их слушал. Ну, как бы, давай я подожду. Ну, короче, нет. Здесь нет вот этого самого разъема керамического, с этими двумя дырками большими и двумя маленькими. Здесь просто какие-то вот крючочки. Здесь четыре крючочка в кругляшке в такой вот, и четыре крючочка. И плюс еще направляющие. То есть, грубо говоря, у лампы есть штырек такой. Ты этим штырьком заходишь в паз, а потом, ну, чтобы ее, как бы, поставить, ты ее поворачиваешь по часовой стрелке. И она в эти крючочки въезжает. А чтобы вынуть, соответственно, надо ее сперва повернуть против часовой стрелки, а потом уже поднимать. И это все легко. Если же ты не знаешь, и ты думаешь, что там вот, ну, обычно вот эти вот дырочки, да, то ты просто тянешь, а оно не тянется. Как бы, ну, надо осторожно, а то ты там натянешь такого. И, ну, для меня это было удивительно, потому что я таких разъемов никогда не видел. Ну, я привык к советским вот этим керамическим кругляшечкам, где там дырочки, там, воткнул, выткнул и так далее. Тут такого нет. Здесь какие-то свои специфические штуки здоровенные. Вот. Поэтому, вот смотрите, читал инструкции, читал бумагу, ни хера, все не так. Все не так. Если бы им действовал, блин, сейчас бы вот вместо этого был металлолом ценой там под 300 тысяч рублей. Вот. Осторожнее, аккуратнее все. Ну, в общем-то, ребята, наверное, все. Все. Завершилось вот этот экзерсис удачно. Опыт получил, теперь знаю, такие вот очень тонкие нюансы, которых я не знал раньше. Вот. Также определили, что у Косора другая сила тока. Здесь вот на этом аппарате 120 на Косоре выставляется, а на этих Вилсинтонах не выставляется. Но с другой стороны, ну, вот сейчас вот 100 показывает. Вот он нагрелся. Ну, в принципе, 100 так и будет теперь вот. Постоянно. Звук обалденный. Звук лучше на 100, чем на Косоре на 120. Лучше. Вот. И Косор я купил для подменки. Ну, я думаю, настанут такие плохие времена, потому что аппарат абсолютно конечного уровня. Я не планирую ничего там. Ну, честно говоря, там выше него только моноблоки. Там 219, по-моему, лайн-магнетики идут. Ну, не знаю, мне это просто тупо неудобно. С моноблоками будет. Не знаю. Ну, время покажет. У меня больше интересно поиграться, например, вместо Понтуса там терминатор взять. И то. Не то, что что-то не устраивает. Устраивает вообще все. Вот. Ну, просто интересно. И получается, что аппарат конечный, остается только играться с лампочками. Вот. И, конечно, очень жалко, что указано, что вот, например, 805 лампочки, а 845 сюда нельзя. Ну, потому что там внутри настроен так, что не под 845, и просто так не перетыкнешь. Ну, обидно. Лучше бы, конечно, это какое-то совместимое было все-таки. Может, какой-то регулятор там, щелк, и хочу то, хочу это, и так далее. Но в целом я хотел бы сказать, что аппараты дают настолько много удовольствия от прослушивания, что вы возвращаете радость музыке для себя. Поэтому, мне кажется, кто дошел до определенного уровня уже развития и уперся в какую-то планку, это следующий шаг. Не слушайте вот эти вот, как сказать, пропагандистские высказывания, что транзистор наше все. Если бы это так было, так бы это и было. Нет, ребята, значит, вы просто уперлись, и вас больше не устраивает то, что вы получаете, вы хотите больше. А больше – это вот это вот. Не обязательно такое. Можно начать с 300, без КТ-88, с 6P-14, вот этот E-Kino MS-84L. Абсолютно чумачичий аппарат. Только восторг от него. Хотя он есть намного круче, намного прозрачнее, намного живее. И музыку я, конечно, стал слушать намного громче, потому что звук чище, он не напрягает, и он такой живой, такой воздушный, такой льющийся. Ну, я не знаю, это не опередать словами. Вот и когда мне говорят, а когда же ты вернешься на транзистор и кончишь эту буммерскую лампу? Вот, ребята, знаете, когда там коллега советует, говорит, ну, когда же ты себе тоже ногу нахер отпилишь, и начнешь опять хромать. Ну, я надеюсь, никогда пока совсем не оглохну, да, чтобы перестать воспринимать из-за возраста какую-то музыку. Наверное, нет. Поэтому, наверное, вам просто надо подтянуться, а не, если вы сидите в какой-то яме, всех пытаться утянуть в эту самую зловонную ямочку. Ну, всем пока. Подписывайтесь на ВК. Ну, на Ютубе, я не знаю, некоторые говорят, что ты бросил. Не выкладывается. Если выложится, ну и хорошо, не выложится, они все равно забанят там из-за звука, из-за музыки, из-за фарао и так далее. Блин, уже устал бороться с ветрями. И я ничего не теряю, вы не поймете. Все мои зрители – это русскоязычные зрители. Ну, 99% русскоязычные зрители. Они как были в России, они так и есть в России. И поэтому я ничего не теряю. Они как смотрели меня, так и будут смотреть. Вопрос только трансфера с одной платформы на другую, и все. Да, кто-то там отвалится по какой-то причине, но на этих платформах намного еще больше людей есть. Ну, придут другие. Ну, что же. Поэтому, когда мне говорят, вот ты же все потерял. Я ничего не потерял. Я все, что знал, я это знаю. И для меня это не изменится никак. Я это делал для вас. И вы тоже ничего не теряете. Переходите, дальше смотрите на ВК. Ну, и для тех, кто хочет поддерживать меня, есть еще бусти. Ну, я смотрел, на ВК тоже есть какие-то типа бусти функции. Я не знаю пока, как ими пользоваться. Если кто-то мне поможет, проведет ликбез, я скажу спасибо. Ну, это всем, наверное, упростит как-то. На этом всем пока. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»